К чему был предыдущая история, к тому, что, блядь, эти бизнесмены, большинство пацанов, 90% из них, во-первых, это, блядь, 95% пиздеж был про те маски, что они там могут мутиться, промутиться, остальные 90%, еще 90% вероятность того, что нихуя они не промутились, и самое печальное в том, что их денег проебали, ну вот все эти бизнесмены масочные, которые на пике тогда пытались промутиться, прокрутиться, мне, блядь, предложений поступало миллион, я не поддался, дьяволу, Здрасте, слушайте, такой вопрос, один, я не хочу в Индию, блядь, там вот в антисанитарию, грязь и так далее, там подобное, есть единомышленники или, блядь, все хотят в Индию, хули там ловить в этой Индии, блядь, с индусами, а? Там грязно очень, пацан, там нехło ловить, о-о-о-о Блядь, как она мне нравится, страшно, только думаю, диски, может другие, или нет, или да, или нет, но я думаю, что-то пустая, блядь, трата денег, она жрать не просит эти диски, понимаете? Ну, в Лексусе есть какая-то своя атмосфера, аура, да, пацаны? Может быть, это всего лишь ностальжик, может быть, это всего лишь ностальжик, но мне кажется, есть в Лексусе что-то. Ты залетаешь, в нем запах другой, более светлый. Нормально делай, нормально будет, братан. Это называется модернизм, это арт новый. Ценности меняются со временем, пацаны, не надо равняться на дедов, ценности меняются со временем. Потому что мир прогрессирует, невозможно оставаться на одном и том же месте постоянно. Раньше, блядь, наши деды равнялись на одно, сейчас надо равняться на другое, понимаете? Ценности меняются. Ебать тут очередя, да ну нахуй. На гребень Дональдсе, так сказать. Можете назвать мне что-нибудь хуже, чем бус, блядь, на номерах Киевской области с рожками, ебать, пелена. У него там система, которая... Ну, у Дональда Трампа этот бус, ну, сейчас просто выходной, обычно этот бус у Дональда Трампа в кортеже. Он глушит связь вокруг всем, нахуй, до Афганистана. Смотри, блядь, не могу догнать. Так это бус Давидыча, пацанчики, видели? Там питбулит этот. Сейчас надо эту музыку, камон, камон, бас какой-то ебейший, музычку включить. Наложить и отправить Сильбадам в село. Они будут смотреть этот клип каждый день. На самом деле. А на руках-то севен-фрайдой у нас, пацанчики. Да ладно, это шутки, шутки, шутками. Может быть, этот человек добрая душа у него. Просто я не понимаю прикол колхозить бусы, блядь, тюнинг этого, блядь. Ну, крузак соточка. А Данкишан скажет, хуй в сраку. Блядь, ну как так, братан? Ну вот как так? Может, из-за того, что на дно раз сильно духарные, а? Четыре единицы. Едино базум. Один, один, ноль, один. Нихуя, не спасибо, нихуя в сраку. Я всегда всем говорю спасибо. Если даже есть видеодоказательство того, того, что я не говорю спасибо, то скиньте мне этот видеофайл. Так сказать, на e-mail отправьте мне. Пацанычки, помните, я был в Венеции? Но я не все снял. Вот еще видос свежий, сука. Ёбаные сундуки, блядь. Я хоть не упаду туда, не в это самое. Приисподню к сатане лично. Что передать сатане, пацаны, Люциферу? Кстати, Люцифер это такой гандон. Он последний, ну, девятый круг ада, он там находится. Короче, мучает, блядь. Я читал про круги ада, короче. Если кому интересно, ну, почитайте Дан Талегери, божественную комедию. Там описано все это. Ну, это для умных людей, блядь, которые по Венециям бывают. Эй, люди, хуй на блюде, люди, люди. Ого, а тут кто-то решил сам решить вопрос. Пацану его нахуй надеяться на кого-то. Ну, правильно, скинулись по 300 гривен, купили цемент, блядь. Раствор, ляп-ляп-ляп. Ну, тоже так, блядь, будто нельзя было делать ровнее. Будто с собичьей лапкой или собичьим экскаватором работали. Ну, вот нахуй, блядь, слышишь, что я придумал? Сейчас скажу, сейчас скажу, если прокатит. А я залечу на стройку туда и через это проеду как-то. Или, блядь. Попал в тяжелую ситуацию, блядь. Короче, нормальный местяк я выбрал, пацаны, для инвестиций в недвижимость. На самом деле это все хуйня. Я же не себе беру, а вам, блядь. Это же для подписчиков делается все. Это туалет бывший какой-то, да? Со сталинских времен еще. Зашел сзади, да? Здесь, кстати, раньше Ленин был. Снесли, декоммунизация. Плюс, согласитесь, двуякий пассажир, двуякий персонаж. Блядь, братан, ну мог бы проскочить. Ну за что, блядь? Если за дедов, прощаю. Несладко этим пацанам, которые работают на доставке еды. Ну красавцы в любом случае, смотрите, это реально выход для многих оказался в данном случае. На данный час времени, когда наступили такие тяжелые времена. И те, кто обеспечивает их рабочими местами, вот те красавцы. А не те, которые только обещают, говорит, да мы дадим, да мы скинем на карту. Да ебал он тут тысячу гривен на карту, потому что он за день заработает этот катарик. Не знаю, сколько они зарабатывают, но я... Оп, настали тяжелые времена, пацанчики. Минуточка рекламы от пана Котлована. Короче, знаете антисептики, обычные антисептики. Они ж тыняют спиртом. Асистер Сарома, это серьезная контора, они сделали балдежные антисептики с разными запахами. То есть вы пшикаете на руки, убиваете вирус и приятно пахнет. Ай, поймал одного бандита. Ай, поймал одного бандита. Смотрите, тузаном бабах, антенна полетела. И собей говорит, не я, не пойман, не вор. Мне мало лет я мало жил, на ваш закон я хуй ложил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok